Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал QTerrier. Меня зовут Серафим и сегодня снова приехал в жилой комплекс D1. Кто не видел предыдущий рум-тур из этого жилого комплекса, обязательно его посмотрите. А приехал я для того, чтобы показать вам, как должен выглядеть современный качественный интерьер, который не выйдет из моды. А расскажет нам про сегодняшнюю квартиру дизайнер Наталья Смородина. Привет, Серафим! Привет, Наталья! Давай начнем с общей информации по квартире. Сколько метров, какая высота потолков, какой стиль. Мы находимся в квартире на 45 этаже. Здесь 57 квадратных метров. Высота потолка 2,7 метра. Общий стиль это графичный минимализм, в котором мы использовали мягкие, обволакивающие, светлые оттенки, чтобы максимально расширить пространство, а также декор в виде зеркал. На данный момент мы находимся в прихожей. Основная отделка в квартире это покраска. Соответственно, откосы у нас выполнены в покраске, но вот в этом месте у нас расположена уже мебельная панель. Это материал Alvik Kashmir. И мы старались подобрать цвет стен максимально в тон вот этим прекрасным панелем с поверхностью Soft Touch. Здесь у нас уже расположен шкаф на типонах. Ты знаешь, он растворяется с помощью этой панели. Чудесно выглядит. Именно этого эффекта мы и хотели добиться, в том числе организовав вот в этом зоне на углу большое зеркало в пол. Очень круто. Скажи, пожалуйста, что на полу лежит? На полу у нас керамогранит, светлый, с легкими бежевыми прожилками. Да, да, это калаката. А здесь что? Здесь у нас расположена консоль с достаточно вместительными большими ящиками для хранения. Конечно же, зеркало с подсветкой. И наша изюминка. Стеллаж для декора. Но в некоторых случаях очень удобно использовать его как хранение для сумок, которые девушки так часто меняют. Друзья, если у вас в квартире все еще нет склада для сумок, думаю, вы все еще не живете свою лучшую жизнь. Решение супер. Пойдем дальше, в кухню заглянем. Кухня здесь мне очень нравится. Друзья, я за кадром уже чуть-чуть посмотрел, я в восторге. Наташа, рассказывай. Кухня достаточно компактная и максимально графичная. Фасады у нас выполнены таким образом, чтобы сохранить вот эту вот графичность, да, и подчеркнуть ручку гола функциональную, которая у нас... Ну, за счет линии, да, создается графичность? Подожди, здесь такой фасад, ну-ка, откроешь. Ого, я думал, это два таких ящичка. Это тандем-боксы. За этим фасадом точно такие же. Здорово. Ты знаешь, мне очень нравится, как выглядит эта ручка. Да, здесь у нас посудомойка. Не сразу мы нашли изготовителей, кто смог организовать нам фасад для посудомойки с таким решением. Будешь красным. Обязательно съедим после съемки. Скажи, пожалуйста, что на столешнице? Столешница – это кварц, а вот фартук – это керамогранит. И здесь мы старались подобрать текстуру кварца, максимально схожую с керамогранитом. А фартук точно такой же керамогранит, как и на полу? Да, на полу и на фартуке лежит абсолютно идентичный материал. Друзья, чем меньше материалов у вас используется, тем лучше, правильно говорю? Тем лаконичнее ваш интерьер. Обилие текстур создает много визуального шума в вашем расстанстве. Мы от него избавляемся. Давай пооткрываем ящички, начнем с холодильника, наверное. Да, здесь у нас холодильник. Здесь тоже эта история с ручкой повторяется, да? Соответственно, здесь у нас пространство под раковиной. А раковина интегрированная? Раковина интегрированная, подстольного монтажа. Слушай, здорово. Ты знаешь, я даже не знаю, что рассказывать. Мне очень нравится. Здесь у нас очень симпатичный стеллаж. Внутри текстура дерева с подсветкой вертикальной. И эта подсветка еще больше дает такой вот эффект теплоты и материалов с очень красивыми натуральными текстурами. Мне очень нравится, что этот стеллаж вот заподлицо с откосами. Да, архитектура пространства нам диктовала некоторые условия. И, соответственно, нам было необходимо вот эту зону разместить заподлицо, чтобы, соответственно, окошко у нас не закрывалось. Здесь у тебя такие рабочие подоконники функциональные, можно посидеть. Очень люблю такие уютные зоны около окна. И стараюсь делать подобные места для чиллаута, если позволяет архитектура вашего пространства. Хочу обратить внимание, что в этом проекте мы спрятали конвектора отопления в короба, который мы соорудили из гипсокартона, а также на металлическом каркасе. Для того, чтобы глубину нашей лежанки увеличить, мы здесь поставили небольшой стеллаж. Кстати, я забыл у тебя спросить, из какого материала кухня сделана. Кухонные фасады – это алвик. Такой же материал, как и шкаф-прихожий. Алвик, впервые слышу. Алвик – это испанский плитный материал. Простыми словами, это МДФ в пластике. Слушай, здорово. Здесь еще есть обеденная зона. Да, здесь у нас размещен обеденный стол с такими радиусными углами, столешница из керамогранита. А стулья откуда такие интересные? Стулья – это стулгрупп. В этой квартире четыре одинаковых стула. Когда приходят гости, мы можем взять стулья с рабочих зон и спальни и прекрасным образом разместить гостей за нашим обеденным столом. Пойдем смотреть зону гостиной. Очень здесь все такое нежное, кремовое. Зона гостиной у нас получилась достаточно воздушной, светлой, нежной и обволакивающей. Конечно же, основной акцент – это наш прекрасный, очень удобный диван. На заказ? Да, мы его изготовили на заказ вместе с лежанками. Кстати, обратите внимание, они выполнены из одного и того же материала. Слушай, здорово. Мне еще шторы очень нравятся. Все такое кремовое. Да, при обильном солнце мы можем воспользоваться рулонками и спрятаться. Здесь у нас размещена небольшая рабочая зона по запросам заказчиков. И, конечно же, хранение под телевизором. Телевизор просто невероятных каких-то размеров. Пожелание заказчика такое было, да? Да, да. У тебя здесь еще много подсветки. Давай покажем, расскажем, что здесь. В качестве декоративных элементов мы использовали световые линии, которые разместили на стенах. Они подчеркивают графичность интерьера, создают особую атмосферу, а также выполняют функцию некоторого декора. Подчеркивают цветовые линии, графичные, декоративные. Друзья, посмотрите, вот эти линии, они такие глянцевые, зеркальные. Очень здорово. А на потолке еще вижу трековое освещение с такими латунными золотистыми стаканами. Да, здесь у нас очень много линий, опять же, это треки, опять же, графичный светильник над обеденным столом. И все это диктовано архитектурой пространства, потому что изначально мы получили интерьер с графичными черными рамами, которые мы, соответственно, и старались подчеркнуть. Ты знаешь, тебе удалось очень красиво. Пойдем в санузел. Здесь раздельный санузел, да? Да, это было пожелание заказчиков. Ребята попросили разместить ванную комнату и отдельно зону с унитазом. Основу композиции этой ванной комнаты составляет радиусное зеркало. Очень красивые дизайнерские светильники. На стене и на полу мы использовали тот же самый керамогранит, что и на кухне. И, конечно же, акцентом здесь является вот этот вот очень крутой свиситель в виде капли. Ты знаешь, очень необычно выглядит, безумно нравится. Скажи, кто производитель? Это бронз-делюкс. Столешница здесь выполнена из кварца. А также мы здесь разместили небольшую зону с пуфиком для того, чтобы можно было... Макияжную зону, да? Кстати, у пуфика тоже ножки латунные. Прелестно. Все аксессуары, в том числе держатели для полотенец и крючки, мы выполнили в белом цвете. А в раковине мы сделали донный клапан под цвет нашего смесителя. За этой стеной у нас расположен воздуховод, поэтому сюда мы смонтировали панель из LDSP с текстурой дерева. А в месте, где у нас была небольшая ниша, мы разместили зону хранения для декора. И еще ванна есть зона хранения над ванной. Да, была возможность разместить небольшую полочку. Конечно же, это суперфункциональное решение. Пойдем покажу второй санузел. Давай. Вау. Слушай, он на контрасте, такой темный, друзья. Посмотрите, дверь тоже темная. Дверь у нас двуцветная. Здесь совершенно другой дизайн, по-моему, даже дерево другого оттенка здесь используется, да? Да. Здесь текстура дерева более насыщена, в более теплом оттенке под орех. На полу тоже мрамор, да, только черный. Черный керамогранит с коричневыми прожилками, зеркальная зона с подвесной раковиной, которую мы очень долго монтировали. Здесь этот санузел еще совмещен с постирочной, есть стиральная машинка и зона хранения над ней, да? Давай пооткрываем, покажем. Да, здесь можно разместить стиральные порошки, бытовую химию. Небольшая корзина для белья. Это мое любимое решение, на инсталляции шкаф. Да. Собственно, все. Он достаточно небольшой, но в целом очень функциональный. Окей, давай двигаться дальше. Что у нас осталось? Получается спальня? У нас осталась спальня и мастер-гардероб. Пошли. Друзья, вот показываю вам, как выглядит спальня успешных людей. Посмотрите, по спальне проснулись, сразу за работу. Рабочее место в спальне. Да, именно так. По запросу заказчика мы организовали рабочее место около окна, чтобы, сидя за столом, наслаждаться этим крутым видом панорамным. Да, 45-й этаж, друзья. Так, что здесь про зону можно рассказать? Тумба прикроватная, интегрирована в рабочую зону. В рабочей зоне тоже есть такой вот очень функциональный ящик, вместительный. На столешницу мы расположили тонированное стекло для того, чтобы зона рабочая была проще в уборке. И, соответственно, зону с конвекторами мы, как и в гостиной, спрятали за панелью и в короб. Друзья, от себя хочу добавить, когда проектируете подобные решения, учитывайте мелочи. Посмотрите, здесь вот этот ящик открывается ровно до розетки, и все, что вы положили на прикроватную тумбочку, никуда не сносится, остается на месте. Давай расскажи немного про, может быть, оттенки, цвета. Я вижу здесь еще деревянный щит такой. Да, в этой зоне мы организовали деревянный щит для того, чтобы внести чуть больше уюта в это пространство. Оттенок стен здесь точно такой же, как и во всей квартире. И, опять же, мы сталкиваемся с нашими графичными линиями, которые поддержаны трековым светильником, переходящим на стену. На этом наша подсветка не заканчивается. В спальне мы организовали вот такой вот короб для того, чтобы разместить обволакивающий мягкий свет, который в спальне очень актуален. Этот мне больше всего нравится, очень красиво. А что за кровать? Кровать мы также исполнили на заказ. Посмотри, вот в этом месте мы изголовьем обошли наш короб. Ну что, заглянем в гардероб? Пойдем. Слушай, ну здесь все блестит, все очень красиво. Сколько метров? Обилие подсветки в гардеробе. Это гардеробная 4,5 квадратных метра. Здесь есть хранение и для одежды, а также для хоз предметов. И здесь точно такое же решение, как и в прошлой квартире с ЖК Д1, который у меня на канале есть. Все верно. Зеркало, которое вдвойне увеличивает эту зону. Гардеробную мы выполнили на заказ, используя тот же самый оттенок ЛДСП, как и во всей квартире. Зеркало у нас получилось разместить от пола до потолка, даже без шива, благодаря прекрасным огромным лифтам в ЖК Д1. То есть это короб, за ним ничего нет? Да, здесь короб, соответственно, он диктовал нам решение. В том месте, где короба не было, мы разместили небольшую зону, опять же, для сумок. Двойные штанги. Вот в этой зоне есть место для длинных вещей. Конечно же, ящики. Место для пылесоса вижу. Место для пылесоса и верхнее хранение для того, чтобы складывать чемоданы и какие-то вещи сезонного хранения. Друзья, наш рум-тур подошел к концу. Огромное вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на социальные сети Натальи, на мои социальные сети. И ждите следующих рум-туров. Благодарим за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...